В 34-м году прошлого века фольклорная секция Института антропологии, этнографии и археологии Академии наук СССР выпустила в свет первый выпуск сборника советской фольклор. Простите за тавтологию, выпустила выпуск. Судя по названию, этот сборник включил в себя материалы, касающиеся только фольклора периода после большевистского переворота. Но надо сказать, что в 30-е годы века минувшего фольклором занимались все-таки люди старого закала, старой закваски, которые получили образование в добольшевистский период. То есть люди умные, образованные, знающие. Им удалось убедить ответственных за выпуск сборника, что сборник советской фольклор не должен ограничиваться только фольклором маленького периода после большевистского переворота. И вот в 36-м году вышел в свет сдвоенный второй-третий выпуск сборника советской фольклор, посвященный памяти Николая Яковлевича Мара. И вот этот самый второй-третий выпуск угодил в мои загребущие руки всякими неисповедимыми путями. Забавно то, кому он принадлежал раньше, где он находился раньше, если верить штампам на титульном листе. Когда-то он принадлежал Кабинету литературы Северо-Осетинского государственного педагогического института. Потом был передан в Северокавказский педагогический институт в 40-е годы. В 48-м и 55-м году он был проверен уже в Северо-Кавказском педагогическом институте. Ну а недавно дошел до меня. Чем этот сборник привлек мое внимание? Да в принципе многим привлек мое внимание. Сегодня я хочу чуть-чуть процитировать материал Никифорова, структура чукотской сказки. Причем даже не столько самого Никифорова, сколько его ссылку на абсолютно малоизвестный нынешним этнографом труд Тана Багараза. Тан Багараз – это знаменитый этнограф, который бывал на Камчатке, на Чукотке, автор ряда трудов. О чучах и коряках трудов, вышедших за пределами Российской империи и потом Советского Союза. Кое-что перепечатывалось и в Советском Союзе, но основные труды нет. Так вот, процитирую то, что Тан Багараз пишет про Чукотч. В северной кругополярной полосе Европы и Азии, рядом с примитивным рыболовством и охотой, оленеводство представляет более высокий тип хозяйства, стадию скотоводства, способствующую образованию рыбавошной стоимости. Тан Багараз пишет это о Чукчах, но также это применимо и к нашим корякам, к нашим камчатским корякам, которые, как известно, делились на береговых, которые занимались охотой и рыбалкой и оленных. И мы не можем не признать, что оленные коряки были эксплуататорами собственного народа. Обратите внимание, речь идет о коряках. О коряках. Запомним это. Привет, кстати. Это Камчатка с Александром Петровым. И сегодня мы посмотрим, что такое коряки. И сегодня, как я уже сказал, мы посмотрим, что такое коряки. Но мы посмотрим, что такое коряки не как коренной малочисленный народ Севера, а как населенный пункт в Ельзовском районе Камчатского края. На днях я там побывал и посмотрел на этот самый поселок коряки. Единственным глазом летающего фотоаппарата. И решил показать коряки вам. Смотрите, вот они. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Сегодня мы узнали, что коряки. Как производители прибавочные стоимости являлись эксплуататорами собственного народа. Сегодня мы посмотрели, как выглядят коряки сверху, свысока. Книгу я тоже вам показал. Кстати, сразу похвастаюсь, у меня появилась еще одна книга, Ляйцинский альбом Вадима Гиппенрейтера «Камчатка». Об этом альбоме я расскажу в одном из ближайших выпусков своего видеодневничка. Да, те, кто смотрит мой видеодневничок регулярно, Может быть, обратил внимание, что вот в этой вот самой локации, где я сейчас нахожусь, я обычно сидел за светлым столом. Сейчас этот стол изменил цвет. Почему это произошло? Потому что стол этот был сделан моим давним приятелем год назад. Из древесного массива. Я не люблю искусственные материалы. Год этот стол в домашних условиях подсыхал, и только когда он высох, я покрыл его морилкою с названием «Мокко» и вскрыл лаком. Получилась вот такая вот замечательная штука. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать что-нибудь новенькое о коряках и о Камчатке из моих уст. Ежели не нравится, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите под роликом комментарии. Хочу знать, что вы думаете. Глядящий мой видеодневничок. А ежели вы на моем канале впервые и хотите в дальнейшем смотреть выпуски моих роликов, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив которую вы будете получать напоминания о новых роликах на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам будет. Сделали? Кнопочка «Подписаться из красной» стала светло-серой, и в ней появились сакральные слова «Вы подписаны?» Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы, аплодирую вам. До свидания.